Краснодарский край стал один из первых субъектов страны, который принял закон о детской безнадзорности. Он запрещает несовершеннолетним находиться на улице без сопровождения родителей после 10 часов вечера. Каждый день полиция, общественники и сотрудники администрации города проводят рейды по всем районам курорта. Если ребенок попал в поле зрения группы после 22 часов, отвечают родители. Актуальным оказался и принятый 1 июля этого года федеральный закон о дружинниках. 44-й закон по добровольным народным дружинам, он дал возможность расширить и сделать более большим состав самих рабочих групп. И самих групп стало больше. То есть сейчас вот каждый день только в центральном районе у нас ходят 15 групп. 15 групп каждый день ходят в Лазаревском районе. 6 групп у нас ходят в Хостинском районе и 12 групп в Адлере. Накануне 23 рейдовые группы собрались около администрации Сочи. Более 160 человек приняли участие в юбилейном рейде. Большая часть участников – общественники, ныне члены ДНД. Я считаю, что закон очень хороший. Он призвал к ответственности родителей, задумался. Задумались родители о своей ответственности перед детьми, что все-таки время есть время. И надо все-таки посмотреть в окошко и позвать домой. А дети стали понимать, что они не брошены. И существуют какие-то механизмы. И это, в общем-то, прививает в детях, наверное, правовую какую-то культуру. Особое внимание рейдовых групп приковано к прибрежной полосе. Здесь не только пляжи, но и ночные кафе и клубы. То есть места, где подросткам бывать еще рано. К слову, за 6 лет действия закона 1539 уже есть оптимистичные результаты. Детская преступность в Сочи упала почти в два раза. Опыт Кубани был признан успешным. Его взяли на вооружение и другие регионы нашей страны. Игорь Кырпа, Борис Осин, телекомпания ФКТ.